Более 200 предпринимателей собрались сегодня в зале. Они ведут деятельность в нашем районе и пришли узнать, что ждет малый и средний бизнес в ближайшее время. Как вы знаете, совсем недавно в своем обращении наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьев сказал и акцентировал свое внимание о том, что органы местного самоуправления должны более эффективно вести работу с малым и средним бизнесом, поддерживать малый и средний бизнес. Именно поэтому сегодня мы проводим такую форум-встречу. Мы планируем подобные мероприятия проводить на регулярной основе. Хотелось бы, чтобы у нас было двухстороннее общение. Бизнесменам представили и новый проект, который недавно запустила районная администрация. Он направлен на поддержку начинающих предпринимателей и тех, кто хотел бы расширить свой бизнес. Называется он «Карточка предпринимателей Одинцовского муниципального района». Если вы зайдете на наш сайт администрации, один.ру, то вы найдете там анкету. Она очень проста в заполнении. Это некая первичная информация, которая позволит нам с вами связаться, в индивидуальном порядке встретиться и, соответственно, разработать какой-то план и, может быть, решить какие-то вопросы для того, чтобы действительно наше общение было эффективно. Светлана Налепова рассказала об изменениях в налоговом законодательстве. Большое внимание она уделила и работе федеральной программы для действующих социальных предпринимателей нашего района. Предприниматели регистрируются на сайте социальных инноваций. Автором этой программы является Федеральный фонд социальных инвестиций. «Идет так называемая отборочная сессия. Мы смотрим предпринимателей, которые действительно могут запуститься. В течение пяти месяцев, почти шести, идет обучение и усиливание тех проектов, с которыми вы пришли. Часто они полностью меняются, потому что самое главное условие – это наличие какой-то личной истории, которую может ваш проект вести дальше». На данный момент отобрано девять проектов. В ходе программы их будут сопровождать профессиональные бизнес-тренеры. На выходе участники должны получить не просто бизнес-план, а действительно работающие проекты. Хорошие перспективы у Центра обучения и оздоровления «Солнце в руках» для детей-инвалидов. «Это уникальная методика Валентины Ермаковой оздоровительного массажа целевая аудитория детей с ДЦП и, скорее всего, их родители. Потому что это не услуги массажа, а Центр обучения и оздоровления для родителей, а на самом деле для мам чаще всего и, по практике, как мы видим, бабушек, которые готовы работать с такими детьми». «Интересные такие проекты, как молодежный профессиональный центр «Мой выбор» для ребят от 14 лет, спортивная школа по современным танцам, семейный инновационный центр творчества «Дельфин», детское такси. Сегодня меры поддержки социально-ориентированного бизнеса особенно актуальны. И хотя подобные предприятия ни в одной стране мира не являются сверхприбыльными, деятельность, которую они ведут, всегда востребована обществом». Анна Макарова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».